Здравствуйте! Мы начинаем брифинг пресс-службы администрации, на котором я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 7 ноября глава администрации Борис Беляев назначил директор управления образования городского округа город Кумертау. Им стала Марина Коротченко. Высокое педагогическое мастерство Марина Геннадьевна подтвердила в 1998 году, став победителем конкурса «Учитель года Республики Башкортостан». В этом же году она представила Республику Башкортостан в финале всероссийского конкурса «Учитель года» в городе Москва. В 1998 году удостоено звание «Отличник народного образования Республики Башкортостан». С 4 по 6 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» в рамках соглашения по развитию опорных видов спорта, подписанного с Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, проходил турнир по боксу на призы главы администрации города Кумертау. Всего в турнире приняли участие более 50 спортсменов Саренбургской области и Республики Башкортостан. Достойно выступили кумертауские спортсмены, заняв 5 первых мест, 3 вторых и 3 третьих места. В конце октября в Министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан состоялось заседание комиссии по отбору получателей грантов, на котором также рассматривалась заявка города Кумертау на создание Центра молодежного инновационного творчества. В рамках пилотного проекта «Развитие кадрового потенциала» Центр детского творчества принял участие в конкурсе Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан. По итогам конкурса наш проект признан победителем и на его реализацию будет выделено 7 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести высокотехнологичное оборудование для инновационного творчества школьников и студентов, что позволит перейти на новый уровень подготовки учащихся общеобразовательных школ. Отмечу, что для школьников посещение Центра молодежного инновационного творчества будет абсолютно бесплатным. 9 ноября в ФРЦНТ Эдуслык состоялось общегородское родительское собрание, на котором были обсуждены вопросы сдачи ЕГЭ, поступления в ВУЗы и получения целевых направлений. Родители ознакомились со среднеспециальными и высшими учебными заведениями города, узнали об условиях приема и обучения, а также их вниманию предстал анализ наиболее востребованных профессий в ближайшие 50 лет. Все те, кто не смог присутствовать на собрании лично, могли наблюдать за происходящим в режиме онлайн-трансляции на сайте администрации городского округа города Кумертау. 10 ноября в ДК «Рассвет» состоялся концерт, посвященный Дню полиции. Поздравил сотрудников правоохранительных органов глава администрации Борис Беляев. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялось открытие турнира по греко-римской борьбе на призы главы администрации. 12 ноября в 12.00 приглашаем всех желающих на закрытие турнира, которое состоится также в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». А в эти минуты на сцене в ФРЦН «Тедус Лык» проходит юбилейный концерт команды КВН «Огурец». На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу.